В учреждении ИЧ-167-11 один из заключенных удивил всех, отказавшись от амнистии. Однако, как пояснили в прокуратуре области, ничего исключительного в этом факте нет. Осужден уже ранее обратился с ходатайством о том, чтобы лишение свободы ему заменили на более мягкую меру наказания в виде ограничения свободы. Его ходатайство на стадии решения и, скорее всего, будет удовлетворено уже в ближайшее время. Таким образом, он оказался не заинтересован, чтобы его дело рассматривалось по амнистии. На сегодняшний день из 94 лиц один осужденный отказался от применения закона амнистии, так как ему уже подходит замена наказанием более мягким видом наказания. На основании, мотивируя этим положением, данный осужденный отказался от применения акта амнистии. Однако, согласно требованию закона, по отношению данного лица материала все равно будет направлено в суд. Это прегратива суда. Он может в суде прийти и заявить, что он отказывается от применения закона. Суд может, это уже на усмотрение суда, либо удовлетворить его ходатайство, либо же по пожеланию амнистированного осужденного отказать ему в применении акта амнистии в связи с его доводами, в четверг его доводов. По сообщению прокуроров, по остальным осужденным, подпадающим под амнистию, 20 человек реально выйдут на свободу. В отношении остальных будет применяться дифференцированный подход, сокращение срока лишения свободы, либо другие смягчающие меры наказания. Также хотелось бы разъяснить, что в случае, если осужденный считает, что его статья подпадает под закон амнистии, он имеет право обратиться в суд с ходатайством. Любое учреждение отказать в этом вопросе не может. Вот эти все вопросы сейчас разъяснены, разъяснительные работы по всему учреждению у нас проведены. Также под закон об амнистии подпадает 1258 осужденных, находящихся под пробационным контролем. Служба пробации направила суды на рассмотрение материала в отношении 552 осужденных. В настоящее время все они на стадии рассмотрения.